Сейчас есть масса приложений, которые отслеживают самые низкие цены в магазине, в том числе акционные, в том числе и службы бесплатной доставки помогают с этого магазина доставить. Поэтому, если говорить про жителей мегаполисов, это, наверное, в первую очередь выбор самого дешевого предложения. Потому что сейчас регулярной цены как таковой для производителя не существует. Все знают, что основные продажи, это в 5-10 раз больше, продаются по акциям. То есть, если покупатель купил вдруг по цене, которая там зафиксирована в прескуранте, ну это какое-то дополнительное вознаграждение, потому что все уже рассчитывают по акциям. Но эти акции, понятно, они разной глубины, в разных магазинах проводятся практически постоянно. Желтые ценники мы видим. Поэтому для городских жителей в первую очередь это первый совет. Второй совет, если вы что-то хотите заготовить себе. Понятно, что сейчас усиленно поехали на огороды, на дачи, потому что у нас в любом случае 25-30% они живут, как ни странно, натуральным хозяйством. Вот, и если кто-то не имеет там дачи там и огорода, то самый верный способ сэкономить, это поехать и купить то, что вы собираетесь заготовить на зиму. Там законсервировать, засолить там и так далее, да, вместо производства этой продукции. Сейчас чуть изменилось законодательство, уже официально разрешили продавать с полей. Понятно, что вам колхозник отдаст дешевле, чем вы купите на рынке, в магазине, в любом как бы месте, потому что там уже будет присутствовать логистика. Вот многие знакомые так и делают, да, то есть мы хотим замариновать там огурцы, помидоры, там какие-то там ягоды, фрукты. Мы проехались, по ящику поставили в багажник машины, привезли, соответственно, все это приготовили.